56-й детский сад – яркий пример того, как можно объявить болезням настоящую войну. И в этой схватке маленькие пассажиры алого паруса, похоже, выигрывают. Каждый день в группах высаживается десант здоровья. Чтобы избежать болезни, для воспитанников в дошкольном учреждении проводится целый ряд профилактических мероприятий. Мы вводим профилактические мероприятия в детском саду. Это ежедневный утренний прием детей. Это фильтры ребятишек, осмотр на заболевания. Входят в оздоровление, это закаливающие процедуры. Ежедневные максимальные пребывания на свежем воздухе. Воздушные ванны, перед сном, после сна, гимнастики. Массаж лица, ортопедическая закаливающая гимнастика. Нетрудно догадаться, что воздействие производится на важные точки дыхательных путей. Затем употребляем сладкокислую витаминку. А запить можно фито-чаем, настоем ромашки и шиповника. В группе по соседству малыши шагают по коврикам и ребристым дорожкам. Неровная поверхность которых воздействует на точки стоп, тем самым предотвращает многие заболевания. Да и детям такая процедура только в радость. И, конечно, самый простой, доступный, привычный многим, исконно русский отпугиватель болезни – чеснок. Его ароматы доносятся практически с каждого уголка детского сада. С детства закладывается здоровье, поэтому именно в этот период мы уделяем особое внимание укреплению детского иммунитета наших воспитанников. В период заболевания по нашей группе мы расставляем чеснок, лук, чтобы дети дышали ветоцидами, потому что они обладают очень высокими антиперпитальными свойствами. На участке нашего детского сада у нас есть своя грядка. И каждый год мы высаживаем петрушку, укроп, лук. Это все дети с удовольствием употребляют в летний период. Также весной мы садим на окошках нашей группы лук и потом его тоже выкушаем. Детям очень нравится. То есть мы привыкаем к здоровому образу жизни с раннего детства. Мы привлекаем родителей, просим, чтобы они приносили этот ручок, чесночок. Они с удовольствием это делают, потому что здесь они коллективно как-то это едят, а дома, может, кто-то не захочет его кушать. А вместе все, и более интереснее. Также в группах мероприятия. Это ежедневная печательная уборка с применением ДС-средств, моющих средств, кварцевание, проветривание групп. Постоянные проветривания помещений, частое мытье рук, полоскание горла, физкультура и, конечно, правильное питание. Вот основные секреты борьбы с вирусами. Чтобы быть здоровым, спортом заниматься, носить тесночные бусы, руки мыть перед едой, лук с теснок есть, на улице гулять и дышать носом, тепло одеваться, залядкой заниматься. Так, дошкольники ежедневно борются с вирусами и эффект не заставляет себя долго ждать. В результате профилактики в настоящее время удается удерживать минимальное число болеющих воспитанников. Дома родителям тоже стоит не забывать о простых правилах профилактики. Следить за планом прививок, личной гигиеной и не лениться перед выходом на улицу помазать носик своего чада аксалиновой мазью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова